здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала это видео я решил записать после того как вчера я выпустил видео про ароматы который мне не зашел это видео было про ароматы gucci гульти абсолют и и вот это видео и потянула за собой серию реакций как положительных так и отрицательных это видео которое вирус на просто начали смотреть очень много было просмотрим и очень много было всяких реакций и те люди которые со мной согласились они естественно поставили лайки под видео но были те которые поставили дизлайки и откровенно начали писать свою отрицательную реакцию на мое видео эти реакции я опубликую здесь видео вы сможете посмотреть прочитать их сами и я после того как я пообщался переписался с этими людьми и у меня возникло мнение что люди они как бы не то что не понимают они просто о чем-то говорят но они не знают о чем возьмем пример если человеку что-то нравится то он может в принципе объяснить почему это нравится вот если бы я вот вас спросил почему вам нравится этот кожаный аромат вы бы мне могли сказать я ощущаю себя к примеру в этом аромате сильным он не дает какую-то силу я чувствую что я вот одеваю примеру его когда и еду кататься на мотоцикле это создает образ такого матча можно было так ответить можно примеру допустим человек сказал бы я люблю заниматься конным спортом этот аромат создает какой-то имидж наездника тоже понятно но когда мне начинают говорить что вы просто не поняли этот аромат этот аромат шикарный он хороший но когда я прошу объяснить чем он хороший и куда его можно одеть на этом все реакции прекращаются и никто не отвечает на этот вопрос и вот я подумал почему же так случается а случается это скорее всего потому что у людей ассоциация запаха кожи это запах кожи тире богатство то есть у них такая какая-то ассоциация что если запах кожаный он обязательно должен быть дорогой и хороший и вот даже не нюхая какой-то аромат они уже на основе того что там есть нота кожи думает что этот аромат должен быть шикарный то есть что я хочу сказать что люди не имея аромат выражают свое мнение только по тому как они думают что они его ощущают это первая категория людей вторая категория людей это люди которые к примеру даже имеют этот аромат но почему они его купили они насмотрели всяких всяких блогеров у которых там многотысячные много десятка тысячные подписчики которые имеют какой-то вес в своей среде блогеров и вот какой-то блогер сказал что этот аромат это супер мега круто и все люди говорят что да этот аромат супер крутой почему потому что какой-то известный блогер это сказал но люди не подумали что каждый человек ощущает аромат по-своему примеру то что нравится мне может не нравится вам и наоборот это первое и второе у самих блогеров может быть какой-то финансовый интерес чтобы именно этот аромат представить так как и для того чтобы как для рекламы чтобы он хорошо продавался даже если он считает по-другому примеру какой-нибудь блогер сказал что этот аромат и не для слабаков этот аромат и как будто ниша его надо понимать и что человек думает а что я слабак я не слабак у меня обязательно должен быть этот аромат потому что так сказал блогер он сказал что этот аромат звучит супер как ниша значит я его должен купить даже если я его не будут никуда носить но у меня будет этот аромат я буду супер крутым и понимающим ребята я не хочу сказать что я профессионал я не профессионал я любитель я даже не знаю десяти процентов всего то что сегодня творится в мире парфюмерии у меня нет знаний таких широких как есть у людей которые занимаются парфюмерии но я имею свое собственное мнение для меня существуют ароматы которые мне нравятся которые я хочу на себе носить есть ароматы которые мне не нравятся которые я на себя не одену вот в принципе этим видео которое я выпустил я хотел сказать вы сейчас можете начать меня бросать тапками но я чисто ради спортивного интереса пошел в магазин и не поленился и потратил деньги на этот аромат вот я взял себе тестер можете посмотреть это гучи гулти абсолют вода парфан 90 миллилитров это тестер сделан он в испании если мы посмотрим на дату изготовления то это аромат который выпущен 3 8 2000 2016 года да то есть этот аромат именно был выпущен практически и первым бетчем когда только вы вышел этот аромат в шестнадцатом году в испании вот это вот аромат который простоял с шестнадцатого года семнадцать восемнадцать двадцать четыре года запечатанный никто его не трогал и вот я специально взял этот аромат просто чтобы посмотреть или я прав или я не прав то есть я попытаюсь его разносить потому что мне говорят что ты не понимаешь в этот аромат надо вынюхиваться долго его надо носить чтобы понять его запах и вот я специально опять говорю специально пошел сегодня в магазин не пожалел денег который стоит этот аромат чтобы его купить себе и попробовать разносить давайте посмотрим что же я чувствую сразу когда я наношу этот аромат вот я его сейчас нюхаю и первое что мне приходит в голову это запах криозота если вы знаете что это такое это материал которым пропитывают и шпалы и на железной дороге вот именно этот такой запах криозота когда вы идете вот по рельсам да где-нибудь в деревне или что ты вот этот вот запах рельс нас в солнечный день когда испаряется вот это вот криозотная жидкость вот это в принципе такой запах другого я ничего не могу сказать про него в старте может быть через какое-то время эти ноты криозота выветрятся с него и он начнет пахнуть как-то по-другому потому что мне говорят ты не понимаешь и тут в этом запахе идет игра каких-то нот там и есть и ноты дерева помимо нот кожи кожа уходит куда-то на второй план тут есть и еще запах и там пачули еще чего-то ребята честно сказать на мой нос я кроме вот это вот криозота и кожи вот этой вот животиной я больше ничего пока не чувствую в этом аромате но если со времени мое мнение поменяется о нем то я опять выпущу видео и скажу знаете ребята я был не прав это действительно классный аромат действительно я его не понимал а он такой хороший но до тех пор пока я его не разношу для меня это будет все тот же запах криозота и кожи вот это в принципе то что я хотел вам сказать в данном видео и как всегда если вам понравилось то не забудьте поставить лайк если вы еще не подписаны на канал то обязательно подпишитесь а я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока